Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Серглана Захарова. Уже завтра в Нерингре стартует чемпионат Дальнего Востока по вольной борьбе. Он продлится в течение двух дней с 3 по 4 февраля. Якутию представят такие сильнейшие борцы, как Егор Пономарев, Ариян Тютрин, Вячеслав Ефремов, а также победители международных турниров Нюргун Александров, Тимур Николаев, Герман Степанов и многие другие. Отмечу, что состязания пройдут по новым правилам. Взвешивания спортсмены будут проходить каждое соревновательное утро. Предварительные схватки запланированы на субботу, а финал чемпионата состоится в воскресенье. Решение спортивного арбитража по российским спортсменам не может не радовать, но и эйфории поддаваться не нужно. Еще многое предстоит сделать по антидопинговой линии. Об этом заявил глава государства, комментируя оправдательное решение САС в отношении 28 российских спортсменов, сообщает Российская газета. В любой системе права конечная инстанция принятия решений в суд и к решению суда все должны относиться с уважением, сказал Владимир Путин. Также он подчеркнул, что в каждом суде существуют две точки зрения и нужно с уважением относиться к каждой, в том числе и к той, у которой мы выиграли в споре. Реакция ВАДА не заставила себя долго ждать. Всемирное антидопинговое агентство выразило обеспокоенность по поводу вердикта спортивного арбитражного суда, передает РИА Новости. В агентстве поддержали намерение Международного Олимпийского комитета оспорить данный вердикт в Федеральном суде Швейцарии. Свою обеспокоенность они объяснили тем, что решение САС отделяет группу из 28 спортсменов, а другой состоящий из 11 атлетов. По словам представителя агентства, все 39 спортсменов были частью системной допинговой программы России. ВАДА также посетовали, что вердикт САС вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Также подчеркнули, что сохранение санкций в отношении 11 россиян говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмидта о наличии системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля. Своё мнение высказал и лыжник Алексей Петухов. Справедливость восторжествовала, а тем людям, которые высказывались плохо о российских спортсменах, теперь должно быть стыдно. Он добавил, что сейчас находятся немного в растерянности из-за того, что всё равно остаются недопонимания. Эти 28 спортсменов теперь точно смогут выступить на Кубке мира. Однако на данный момент об участии их на Олимпийских играх ещё точно неизвестно. Они могут только претендовать на получение приглашения от МОК. «Я готов ехать, готов бороться, но комментировать тут сложно. Ситуация пока не ясна», – сказал Алексей Петухов. Якутские лыжники одержали победу на первенстве Дальнего Востока. В копилке республики три золота. Турнир проходит в Сахалинской области. Первый день – спринт свободным стилем. У девушек на дистанции 1300 метров не было равных якутянке Зои Зайцевой. Она уже второй раз побеждает на чемпионате. Интересный факт – серебро в этой же гонке завоевала её сестра Елена. У парней сильнейшим стал Владимир Рыбкин, выступающий также за Якутию. 3 февраля состоится гонка свободным стилем, а четвёртого – мужская и женская эстафеты. В Черопчинский институт физкультуры и спорта будет расширен. Дополнительные учебно-лабораторные центры, общежития и столовая должны появиться уже к 2020 году. Сегодня в здании института рассчитано всего на 450 человек. Учатся около 700 студентов. В следующем году ожидают увеличения до 800 студентов. Поэтому проблема с нехваткой мест стоит довольно остро. Однако учебное заведение вошло в федеральную целевую программу финансирования строительства дополнительных объектов. В частности, об этом накануне в Черопче говорили на встрече заместителя генерального директора компании, дирекция программы Алексея Куракина с руководственными представителями института. Отмечу, что возводить общежитие на 200 мест и столовую на 100 мест начнут уже в этом году. А в следующем планируют построить энергоцентр. В целом, в Черопчинском институте планируется строительство до 2020 года. Это региональный центр спортивной подготовки. Уже мы закончили проектирование и прошли экспертизу. Должны мы строить пристрой ущебно-лабораторного корпуса. Тоже проект закончили, экспертизу прошли. И это финансируется как софинансирование от республики, вне бюджетных источников республики Саха-Якутия. А в центре спортивной подготовки «Триумф» в Якутске завершились полуфинальные поединки первенства Якутии по боксу среди юношей. Он проходит среди юных спортсменов 2004-2005 годов рождения. В соревнованиях принимают участие 160 юношей и девушек. Все они прибыли из разных районов Якутии. К слову, данные соревнования являются этапом подготовки к предстоящим в 2020 году с седьмым игром «Дети Азии», которые пройдут в Монголии. Победителей соревнований определят уже завтра, 3 февраля. Старт финалом запланирован на 11 часов. Завтра завершающий день первенства по легкой атлетике среди учащихся 2003-2004 годов рождения. Оно проходит в центре спортивной подготовки «Триумф». Соревнования начнутся в 9 утра. Одними из первых за звание лучших поборются девушки и юноши по дисциплине толкания ядра. Кроме того, запланированы предварительные и финальные забеги на дистанции 200, 800 и 3000 метров. Также пройдет эстафета. Окончательные результаты соревнований станут известны в час дня. Это были новости спорта. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok